Ребят, всем привет! Вы на канале ГАЗ. И сегодня мы проведем день с легендами Зенита и Спартака. Будем по трибунке, будем на матче. Я также заявлен, но сыграть не смогу. Но подсниму для вас очень-очень много интересного. Будут и вопросы к легендам, будет их подготовка, будет их разминка и сама игра. Я думаю, что на поле будет очень жарко, поэтому скорее смотреть. Ребят, ну что? Сейчас мы в отеле, команда на обеде, я уже покушал. Ждем, собираемся в холле. Должны выдать сейчас экипировку нам и поедем на матч. Надеюсь, обыгрывает Спартак легендарный. Я, конечно, не приму участие в самом матче, но на разминке вы меня точно увидите. На разминке постараюсь забить пару красивых голов. Я думаю, что будет очень круто, тем более зрителю, который постарше, для кого матчи таких звезд, как Аршавин, Киржаков, Радимов, с другой стороны со Спартака, Титов, Оленичев, Павлюченко. Надеюсь, для вас это были кумиры и вам очень понравится наш видеоролик, который будет закатанным. Смотри, видишь, легендарный. Кстати, напишите, вам какая больше нравится, вот эта или вот эта? Ну что, вот я переодевался. Смотрите, это вот ретро-форма. Она была в начале 2000-х у Синита, тогда техническим спонсором был Умбра. Сейчас команда переодевается, сейчас раздадут нам бейджики. Мы сядем в автобус и со всеми легендами такими, как Погребняк, Широков, Аршави. Поедем уже на матч. Меня забираете в Зинит-2 опять? А что? Я хорошую сейчас. Смотрели на? Нет. Ну, я что, я футбол еще посмотрю. Я сейчас больше по другим делам. Это уже все. Надо участвовать в игре. Ну, как же, ну, это ты прессинги там туда-сюда закрывать. Ну, это надо бегать. Ну, для этого нужны силы. Например, некоторые футболисты, они там могли в Кингисеппе питаться молоком, сметаной. Настоящие. Ну, я не пью молоко. Ну, сметану заешь. Ну, там и ем. Тогда ем. Это же многое знать. Понимаешь, это природные вот эти цепи. Там Геннадий Сергеевич есть. Да вообще, мне кажется, что сейчас улица торопала, координация уже не та. Все, все как инкубаторское. То есть их привели на искусственное поле, они потренировались. Поехали домой, сели, начинают играть. Там меня тоже могут. Кто хочет играть? Кто хочет играть? На две сразу? Ходим. Поочередно, чтобы мамой ответ сидишь. Спасибо за его. Тебя больше всего ждут уже. Спасибо. 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 Ребята, я не знаю, как мне это удалось. Большое спасибо Синиту. Я бы хотел поделиться своими эмоциями с вами. Представляете, такие легенды. Может быть, для кого-то это просто имена или вы просто знаете их. Но для меня это настолько теплое чувство, потому что на многих матчах с участием этих прекрасных футболистов я вырос. И для меня быть сейчас здесь, с ними в раздевалке, с такими мастодонтами нашего футбольного цеха, это просто супер. Вот, это мой тренер. Он научил меня играть в футбол. Немножко плохо, но человеком хорошим учитал. Николаевич, пару вопросов. Давай, давай. Первое. Вот Титову сегодня на футбольном поле ответите? Легко. Как и всегда. А, почему нет? Больше того, я ему первый наварю. Хорошо. Как вам такое мероприятие, то, что вот проводят такие матчи на таком хорошем стадионе? Я, ты знаешь, я первый раз на стадионе впечатляю. Мне очень понравилось. Чисто футбольный, трибуны близко. Я думаю, что это класс. Газ, я побежал, у меня установка. Меня вообще не пойму. У меня нет установки. Ну, может быть, она есть. Но главный тренер Анатолий Викторович меня тренировал в дубле. Это легенда Зенита. Больше всего количество матчей он провел за эту команду. И сегодня будет главным тренером. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас я хотел вас спросить, Патролий Викторович, но что ждете от сегодняшнего матча? Ну, наверное, то же самое, что от первого. Во-первых, опять увидеть из всех наших футболистов, против которых мне приходилось не играть. Это эмоции, это креатив, это техники. И самое главное, голова. Как они думают, это футболисты, это люди, которые делали историю нашего футбола. Поэтому ждем хорошего шоу. Да, хочется выиграть. Не без этого, мы спортсмены. Но хочется, чтобы это было красиво, с хорошим темпом, с хорошей игрой, с одними мячами, с нервами. Это спортсмены. У меня еще такой вопрос. Мы можем эти матчи Вячеславу Малабьеву защитывать, чтобы он чуть-чуть приблизился к вам? Он уже не догонит меня, он закончил. Я поэтому говорю, можем? К моему сожалению, конечно, он еще и играл бы, но иногда тренеры решают нашу судьбу, которые решили, что Славе надо закончить. Что-то, наверное, он сделал какие-то для себя, принял решения. Он бы мог еще и играть, и мог спокойно меня, как бы, сыграть больше меня. Я клоняю колено перед ним, потому что бородавик серьезный, интересный, талантливый и, наверное, достоин вот этого уважения. Спасибо большое. Желаю нам хорошей игры и победы. Да, да. Меня зовут Виктор Бушев, и я вам с тобой, с тобой, у нас и Надя Орлов. Чуть-чуть два месяца назад они выявили в Питере по-новь, я не знал, чем уезли в Питерских. И по-новь, я не знаю, чем уехать, а это что-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну что, проиграли мы. Можно было на 5 минут меня выпустить. Шучу, нельзя. Матч получился хорошим, интересным. Наверное, фанаты Спартака радуются. Что нам сегодня не хватило? Забитый голов! Моменты были? Моменты были. Остав забивает по 2. Или Ри 1-1 или Пога сейчас забивает. В принципе, моменты были еще. Почему нет? Могли и выиграть. Как состояние? Да, отлично все. Супер. Давно такого не было. Сту лет не играли уже. Поэтому еще кайф. Даже горечь поражения не может. Но ждем, наверное, легенды, ССКА, Логомотивы. И можно какой-нибудь турнир уже организовать. Слушай, это было бы круто, я думаю. Хотя некоторым, я думаю, тяжело. Но в целом, я думаю, это круто. Болельщики все довольны. Много народу. Пришло бы смотреть на таких звезд, где будет ССКА, Динамы, Хай, Рубин и Улен и Волгоград. Но можно найти команды, где много звезд и нет. И болельщикам будет приятно на это посмотреть. Тем более сейчас как-то. Я думаю, это будет супер, если это сделают. Тем более, наверное, в дальнейшей ситуации. Может, все будут готовиться? Да, 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 да. Да, ну, многие, если они несут реальный турнир, я думаю, многие пересмотрят немножко, может, подготовиться. И вот, поэтому... Должно быть круто, если будет такой турнир. Я только за двумя ругами. Краткий комментарий от лучших игроков в составе «Зенита». Чего не хватило нам сегодня? Я думаю, что... Повели счет 1-0. Дали Сиву Сапелью, хотя начали очень хорошо контролировать мяч. Второй тайм также. В принципе, пропустили два мяча. После фланговых передач, я думаю, нужно было более сконцентрированно сыграть. Именно в диагонали по страховке. То, что касается лучших игроков, я думаю, вопрос спорный. За первую игру, наверное, можно было давать час. Пришлось поработать побольше. Но ничего, я думаю. Хороший матч. К сожалению, не выигрался. Но порадовали болельщиков игрой. Я думаю, все соскучились по старичкам, скажем так, футбольному. И получили удовольствие. Соперник вырвал сегодня побед. Но ждем легенд ЦСКА, Динамо, например, Локомотива. Ну, если будут такие предложения, я думаю, это праздник для болельщиков. Вы видите, какое шоу. Было шоу в Санкт-Петербурге. Была отличная атмосфера. Здесь, я думаю, болельщики поддерживали свою команду. Спасибо нашим болельщикам, что приехали. Спасибо ребятам, которые участвовали в сегодняшней игре. Я думаю, многие отложили свои дела, чтобы в этом матче сыграть за честь клуба. Но я думаю, что есть еще зачем работать. Мне нужно больше тренироваться, чтобы выиграть. Ну и последний вопрос. Пока Спартак там празднует. За медийным футболом ты следишь краем глаза? За тобой слежу. Нет, ну за медийным, да, чуть-чуть снизу. Потому что у нас сын главного тренера Сава, он следит за медийным футболом, начал мне рассказывать. Я на несколько матчей посмотрел. Но я скажу так, не более чем просто смотрел, потому что команда играет. Сейчас в клубке страны интересно было посмотреть, что за уровень. Амкал прошел дальше. Тудороц, к сожалению, вылетел. Но было интересно по этому году. Но есть ли шанс у Амкала в варен, но на один матч заявите Анатолий Демучукова? Я думаю, что нет. Пока не готов к медийному футболу. Какой-то выставочный матч, да. Но так, были предложения от команд с медийной лиги, но пока я готов не. Все, вон. Тогда на один выступающий матч в Питере ходим дальше. Мне довелось с Анатолием Демучуковым еще тренироваться, когда я играл за основу. И в моменте он меня брал под крылом молодых футболистов, поэтому ему большое спасибо. Замечательный футболист, отличный человек. Ну вот так вот пару комментариев взяли. Самое главное, что Анатолий Демучуков не отказал нам. И он следит за медиафутболом. Это круто. Ребят, я также вам хочу сказать, что этот ролик был бы невозможным без моих корешей из Тенниси. У них всегда есть специальные линии на крутые матчи. Бесконечные бонусы. Переходя в закрепленный комментарий, переходите по ссылке, вводите промокод ГАЗ и получайте более 17,5 тысяч на первые три позития. Ты прилетел специально для этого матча, чтобы обыграть Спартак. Что сегодня не хватило? Нет, они хороши. Хорошие играют дома. Мы первый раз делали лучше. Можно два-три контратаки можно делать второй гол. Мы не забывали. Они потом забывали. Второй тайм. Они делали лучше, контролируют мяча. И после второй гола... Спасибо, Гугу. Спасибо. И после этого тяжело. Но я думаю, можно делать лучше. Ты сам устал, ты в отличной форме. Устал, потому что я никогда тренировался, играл в футбол. Я только дыхаю, семья. Смотрим, Бернардо Франциско играет в футбол. Только это сейчас. Ты очень рад, что ты смог вернуться в Россию, увидеть своих старых друзей? Да, да, конечно. Очень-очень рад. Потому что, когда президент сказал, меня можно приедать, я сказал, конечно, это все команды. Я играл в Суперкубе Уэфа, я играл в много чемпионатах, и это, конечно, мне нужно вернуться играть. Спасибо, Гугу. Спасибо, Гугу. Гель Дань, поистине легенда Зенита. В первом же матче, по-моему, за Суперкуб, то, что он и сказал, забил Манчестеру. Я думаю, что здесь нечего добавить. Ребят, ну что, вот такой выдался матч легенд Зенита и Спартака. К сожалению, команда из Санкт-Петербурга проиграла, за которую я был заявлен, как медиа-корреспондент Зенита, который отвечал за медиа-составляющую. Хотел брать больше интервью, но кто-то дал, кто-то нет. Может быть, некоторые ребята расстроились. Надеюсь, что такие матчи будут продолжаться. Спартак выиграл, возможно, будет реванш, возможно, будет супер-серия, как в свое время у СССР с Канадой по хоккею. Мне очень нравятся такие ивенты, очень много было болельщиков, это очень классно транслировался, матч на телеканале Матч ТВ. То есть, многие могли лицезреть это. Ждем легенд ЦСКА, Локомотива и Динамо. Я думаю, что будет очень круто. Если вам понравится этот выпуск, пожалуйста, поставьте лайк, напишите комментарий. Я очень старался, мы провели день с Зенитом. За это отдельное хочется сказать спасибо футбольным клубам Зенитов, которые предоставили такую возможность оказаться с легендами в раздевалке, на скамейке запасных, поговорить с ними, вспомнить. Потому что со многими я еще играл, за многими я смотрел, многие меня тренировали. Сегодня я получил поистине такое, знаете, чувство ностальгии. Мне было очень приятно оказаться здесь. Пожелаю удачи. Подписывайтесь на телеграм-канал, на второй канал на Ютубе. И всего вам самого-самого хорошего. Всем пока.